Добрый день, друзья! Как обычно, по пятницам в программе «Вдоле» у нас гостят женщины, которые делают этот мир лучше благодаря своему труду, своему бизнесу и своим уникальным идеям. Сегодня у нас в студии главный редактор журнала «Seasons of Life» и вдохновитель и куратор проекта «Seasons Project» Ольга Сергеева. Здравствуйте, Ольга! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет «Seasons Project»? Помимо журнала, это... Да, это много чего. Куча еще всего. Ага, хотя 10 лет назад он начинался именно как журнал в большом издательском доме «Independ Media», который издает «Космополитен», «Манс Хеллз», «Плейбой» и тогда еще издавал. Это был журнал о чем? О доме, о хозяйстве? Да, это был журнал, да. Немножечко о доме, немножечко о природе, о еде, о путешествиях. В общем, обо всем, что волнует женщину с определенными ценностями, с определенным стилем и уровнем жизни. То есть аудитория по-прежнему в основном, конечно, женская, 80% аудитории женщины. Но постепенно получилось так, что в первый же год, когда мы, собственно, журнал вышел в марте 2003-го, а осенью мы провели фестиваль в сентябре. Это был вообще первый такой вот, ну, то, что называется русским словом «open air». Мы провели его в саду «Эрмитаж». Идея была такая – показать и оживить все, что есть в журнале, да, то есть еду дать попробовать, музыку дать послушать, какие-то дизайнерские идеи показать, детям дать поиграть в каких-то там, поучаствовать в каких-то интересных мастер-классах, взрослым тоже дать поучаствовать в мастер-классах, сделать какие-то цветочные истории. Идея не нова, потому что сам журнал «Сизанс» есть такой голландский журнал, он существует много лет, и мы брали и имя, и, ну, общую структуру голландскую. Голландцы все-таки люди очень такие природно ориентированные, и у самого журнала «Сизанс», и у других журналов этого издательского дома, который делал «Сизанс» голландский, у них есть свои вот эти самые, то, что называется «house and garden fair», да, то есть, ну, некие фестивали, которые в большей или меньшей степени что-то больше про дом, что-то больше про сад, но как бы то ни было, людям дают вот почувствовать некое трехмерное, да, журнал живой, который пахнет, который можно попробовать, увидеть, потрогать, войти внутрь, да, каких-то сторонников. А главное понять, что, читая этот журнал, ты имеешь дело с людьми, которые в курсе вообще, о чем они пишут, что все это абсолютно точно реализуемо в реальности. Да, что это все реально, действительно, и что это не только, что очень важно, действительно, не только калька некой западной жизни, европейской, понятно, что, да, она такая, какая есть, но все это можно как-то было и у нас тоже… Привить. Да, оживить, показать и дайте попробовать, что мы и сделали. То есть, получается, с одной стороны, Сизенс, российский журнал, был какой-то франшизой, да? Ну, да, мы взяли, то есть, там был такой хитрый договор, мы взяли, у нас было право использовать имя Сизенс и было право также наполнять его собственным содержанием, но в рамках неких существующих общих тем, да, там вот эти четыре кита, дом, сад, путешествие, кухня. Мы их, собственно, хранили и храним. Да, но с другой стороны, получилось, что в 2003 году запустивший журнал сразу стал уникальным российским проектом, потому что, во-первых, не было аналогов в стране, а во-вторых, все-таки, ну, наша, не знаю, российская специфика, наверное, тоже диктовала какие-то свои условия. Мы поэтому так сразу с голландцами договаривались, потому что голландский журнал и тогда, и сейчас он очень сельскохозяйственный такой, он очень медленный, он неспешный, в нем может быть статья на 8 полос там про коров или про овец определенной породы, или про шмелей вдруг там в июле, да? То есть это совсем уже такое внимательное, неспешное разглядывание жизни, которое нам, там, как бы мы не любили природу и не считали себя загородными, все равно мы все жители города, да, и пройдет, я думаю, еще немало времени, пока вот некая такая активная прослойка опять превратится в сельские жизни, а я думаю, что это никогда не произойдет. Мы устроены так, что все равно мы все связаны с городами в России. Ну, некоторые мои друзья уже начали выращивать базилик у себя на окнах и на балконах. Ну, это все равно где-то неподалеку от Москвы или Питера или каких-то других, наверное, больших городов. То есть полноценно назвать себя сельским жителем, который всерьез там сделает улей, не просто для фана, а вот пройдет весь этот путь от пчелы до банки меда, их мало таких людей, хотя глобально мир движется, мне кажется, потихонечку в эту сторону, что все все-таки наигрались высокими технологиями, да, как бы поняли, что человек все равно не бессмертен, что это не дает тебе вечной жизни, и когда ты понимаешь, что вся жизнь твоя подчинена некоему там закону действия большой корпорации, то это все, а корпорации рушатся, да, в эпоху кризиса, и ты понимаешь, что даже это не вечно, то ты волей-невольно начинаешь искать свой путь с размерной твоей собственной, пусть маленькой, но твоей личной жизнью. Именно это двигало вами командой, когда вы выскочились под интернет-медиа в свободное плавание? Вот так получилось, да, как все в жизни, то есть это сперва произошло, потом ты начинаешь это, ну как бы это сказать, анализировать, да, вообще понимать, что с тобой случилось. Подводить теоретическую базу. То есть тебе казалось, что это твой личный какой-то зигзаг твоей судьбы, а ты вдруг понимаешь, что ты действительно просто становишься примером того, что глобально происходит в мире. А на каком году жизни журнал решил самостоятельно существовать? Это было в 2010 году, это было 3 года назад, да, нам уже было 7 лет, то есть мы уже не считались новым журналом, хотя мы все время себя чувствовали, бывает такое, да, состояние инфантилизма, каким-то развивающимся проектом. То есть мы никогда не были стабильны, но я думаю, что это вообще особенность, там, моя, команда, то есть мы все время в движении. И как часто бывает, да, это там в чем-то, это, наверное, отрицательная черта, а в чем-то положительная. То есть для того, чтобы меняться, это положительная черта, когда тебе вечно нет покоя, да, то есть ты ищешь, находишь, теряешь, снова ищешь, да, то есть ты каким-то путем идешь непроторенным, прокладываешь, и вот этого, конечно, много движений и много окружений, но в итоге ты живешь, да, то есть ты двигаешься, развиваешься. Мы не хотели никуда уходить, нас все устраивало, но так получилось, как часто бывает, да, тогда мне казалось, что это какое-то дикое испытание, а сейчас я понимаю, что это действительно был такой вот подарок судьбы. Ну а что, то есть это не ваша была инициатива, это издательский дом? Было совместное решение, это было, поскольку в тот момент издательский дом был уже финским издательским домом санома Independent Media, да, именно так он называется, и речь стояла о том, что либо надо проект закрывать, потому что он недостаточно, прямо скажем, рентабельный, либо вот есть такая возможность, можно взять, и я бесконечно за это благодарна Лене Мясниковой, которая в тот момент была руководителем издательского дома, она предложила мне взять имя, то есть взять лицензию, сначала создать свою собственную компанию, взять лицензию на использование бренда и попробовать сделать его самостоятельно, да, то есть у тебя уже не будет каких-то, ты уже, ну как большой маленький кораблик, да, то есть в океан, наверное, лучше идти большому кораблю, но по речке можно проскочить удобнее маленькой лодочке. Я сказала, ну попробуй, сейчас вот у тебя есть этот шанс, то есть у тебя есть репутация, у тебя есть имя, у тебя есть 7 лет существования в крупнейшем издательском доме, это немало, это немало для того, чтобы попробовать самостоятельную жизнь, то есть я выбирала только между тем, делать или не делать, не то, чтобы я там сидела и принимала какой-то там миллион решений. Нет, но это ведь делать или не делать, на минуточку, это же не просто копать или не копать, это из журналиста переквалифицироваться там, пусть из главного редактора журналиста с некими административными функциями, но все равно переквалифицируется в бизнесвумен, то есть свое дело, есть свое дело, открывать там вот этот ООО и погружаться в это. Казалось не страшно, да, то есть было очень мало времени, это произошло буквально за, там наш разговор состоялся в конце мая, а в конце августа у нас уже было это самое ООО, но в жизни всегда бывает, что все, что у тебя больше всего пугает, с тобой случается, да, то есть мне оказалось, что это просто кошмар, да, там вот какие-то регистрации, налоговые, шмологовые, нас было очень мало, то есть команда была наша очень маленькая, и все мы были абсолютно, как, естественно, птенцы огромного издательского дома, огорожены от всех вот этих вот житейских вещей и бумажных тоже, да, то есть все происходило, вот я все время говорю, это какое-то такое странное, ты что-то делаешь журнал, пишешь, верстаешь, потом ты кому-то его отдаешь, и через две недели он к тебе приезжает уже вот прекрасным, готовым, да, бумажным продуктом. Сейчас мы понимаем все, вот каждую секунду, что происходит, да, с журналом, то есть. Вам же пришлось в вашей команде как минимум открывать, так как я понимаю, и отдел маркетинга, и отдел продаж, и бухгалтерия. Ну, во-первых, оказалось, что там отделы могут быть просто людьми, да, то, что в большом издательском доме было неким там финансовым отделом, который осуществлял для нас, в том числе, как и для других журналов, там, ряд, ну, как сказать, неких там функций, услуг, да, здесь оказалось, что это может делать, например, один человек, да, что бухгалтерия не нужна, что это может быть на аутсорсе, то есть ты платишь компанию, она вот твоими бумагами занимается, что юрист тоже тебе не нужен постоянно, когда он нужен, ты берешь эту платную консультацию, задаешь какой-то вопрос, что оказывается, там, от директор, ну, это так и было у нас всегда, может снимать, а еще он у нас шикарно придумывает заголовки, а дизайнер вдруг становится креативным директором, а редактор вдруг начинает готовить, и мы проводим праздники в нашей студии, становится поваром, то есть все меняют профессию. Сегодня в доле главный редактор журнала Seasons of Life, Ольга Сергеева, 6510996, наш московский телефон, заходите на наш сайт финанс.фм на страничку программы в доле, если у вас есть вопросы или какие-то комментарии к нашей беседе. Мы рассказываем вам историю, как журнал превратился в полноценный лайфстайл-проект, что было самым таким вот, ну, самым страшным и самым неожиданным в этом переходе в самостоятельную жизнь? Самым неожиданным была скорость, что мы вот действительно ни в чем не остановились, то есть мы умудрились как-то вот, деревья крупномеры пересаживают, да, и это такое целое дело, то есть его надо выкопать в определенную погоду, когда влажно, чтобы не повредить корни, потом его везут, потом его сажают, там надо посадить правильной стороной к свету, да, не перепутать его, естественно, это существование новое. И вот у нас это был какой-то, ну, просто прыжок, да, то есть один номер мы сделали, там был номер ноябрь-декабрь, мы его сделали еще в издательском доме, а вот январь уже выходил, мы его делали самостоятельно, то есть мы перезаключили все контракты. Первый номер нового года. Да, это был первый номер, да. Да, мы заключали уже контракты как самостоятельная, да, компания, там, с типографией, с распространителями, с, там, значит, вот всю эту бухгалтерию уже новую ввели, все наши рекламодатели, ну, то есть вот такая кухня внутренняя. А рекламодатели не отвалились в этой ситуации? Вот, к счастью, нет. И это тоже еще раз говорит о том, что все-таки репутация — это очень важно, да, что, по сути, оказалось, да, то есть были действительно какие-то рекламодатели, которые, при том, что они к нам прекрасно относились, сказали, ну, ребят, просто вот мы такие, такая большая, да, компания, такая международная крупная корпорация, у нас некие законы есть. Например, там, мы работаем только с большими здательскими домами, мы вас обожаем, любим, но мы не можем к вам идти с рекламой, не потому что вы плохие, а потому что вот вы теперь не подходите нам по нашим этим вот неким гайдам, да. Ну, так бывает, окей, хорошо. Но были те, кто остался, были те, там, например, с нами остались Шанель, Окситан, Сеслэй, такие крупные компании, которые, благодаря которым, да, те новые, которых мы стали завоевывать, да, потому что надо было как-то иначе уже в рынке себя, да, как-то вот продвигать, они шли на эти имена. То есть, да, это вот такая стабильность, которая, ну, если этот идет, то и я тоже пойду, да, это, значит, показатель того, что этот журнал, там, не помрет через три номера. Сейчас в ноябре уже будет три года, как мы живем самостоятельно, это уже большой срок, уже можно говорить о том, что... Понятно, что работает система. Да, и с точки зрения прецедента, я не сильно могу сказать, что изучала, да, там, мировой опыт, но я такого никогда не слышала, да, бывает часто так, что маленький продукт становится частью Большого издайского дома, да, было маленькое, выросло, стало интересно, мы его, как бы, берут под крыло, да, но так, чтобы выходить из-под крыла в это самостоятельное плавание, вот мне кажется, что мы были, ну, ей-богу, да, одни из первых, которые вот эту вот эпоху антиглобализма, да, ее проиллюстрировали своей собственной жизнью, да, что ты вот можешь отъединиться и стать. Такая есть книжка хорошая, которую мы бесконечно цитировали, Сет Годин, это такой британский маркетолог, очень известный, который, я не помню, он работал в какой-то очень крупной команде, или в Гугле, или не знаю, где еще, в общем, он был частью большой корпорации, в какой-то момент он стал самостоятельным, он пишет очень много книг по маркетингу, очень крутых и полезных, и читает лекции, вот у него такая есть книжка «Small is the new big», где он, собственно, и пишет о том, она написана, ну, может быть, лет пять назад, о том, что вот мир меняется, да, что там в Америке, не знаю, погибают какие-то крупные авиакомпании, вообще именно, ну, что оказалось непотопляемым, но при этом там авиакомпания приводит, вот, в пример, за крошечным именем, который занимается микроперелетами, там не просто между штатами, а там между городками, набирает обороты, в которых там крошечное, да, количество став, но при этом, что ты, когда маленький, у тебя больше вот эта вот возможность для маневра, да, принять решение, переменить решение, там, почувствовать, что не очень идет, и как-то переменить маршрут, да, то есть у тебя нет вот этой мощной силы, изначально, да, приданной тебе силы движения, поэтому тебе проще от того, что ты такая малолитражка, да, ты быстрее на повороте, на скорости можешь повернуть, а будешь ты. Оль, а скажите, пожалуйста, ваш личный доход, ваша зарплата изменилась с уходом из большой компании? Ну, она была зарплата все-таки, теперь есть прибыль, и это тоже было такое мое очень большое испытание, потому что я все время себя сама, такое было раздвоение личности, воспринимала неким наемным работником, которого нанял я сама, да, то есть это такая была странная очень история, то есть мне все время хотелось какой-то вот опять, значит, получать зарплату каждый месяц, да, вот там я себе ее даже назначала, эту зарплату, что вот, а я получаю вот столько, и мой брат, который занялся финансами у нас в компании, он мне в какой-то момент сказал, подожди, у тебя должно быть другое принципиально внутреннее ощущение, то есть пока ты будешь сама себе выдавать зарплату, ты будешь опять как бы воспринимать себя неким наемным работником в этой компании, но чтобы ее прочувствовать, понять, у тебя не должно быть зарплаты, то есть ты должна себе выписывать, значит, то, что называется наше время, дивиденды, да, и вот их, с них и жить, а своему, как бы, своей команде, да, ты выплачиваешь ежемесячно зарплаты, и ты несешь за них ответственность, то есть отделяй, и только так... А дивиденды, они зависят от прибыли журнала? Да, есть прибыль, значит, есть дивиденды, но в нашем случае ее не может не быть прибыль, то есть она обязана быть, и поэтому все наши проекты обязаны быть рентабельными, да, а у нас их, значит, есть журнал, да, есть фестивали, которые мы теперь проводим четыре раза в году по сезонам, и они уже такую тоже приобрели за 10 лет репутацию, и мы очень этим гордимся, что часто нас зовут, как бы, сделать некий фестиваль, который уже и не будет фестивалем Seasons, но по сути будет именно, да, вот такого рода мероприятием, с красивой музыкой, с красивой атмосферой, с красивым декором, с идеями, там, с наполнением, и так далее, и так далее, есть школы Seasons, которые мы тоже три года назад сделали, это кулинарная школа? Нет, это такая школа, мы ее, в принципе, содрали, так бы я сказала, саму концепцию, с британских, англичане, они же бесконечно любят учиться, заниматься чем-то помимо работы, да, там он будет бухгалтером, и будет ходить на какой-нибудь креатив-райтинг, будет, не знаю, юристом, а будет ходить в школу рисовальщиков, и так далее, и так далее, и у них при многих очень крупных университетах, больших, серьезных университетах, есть так называемый шот-корсис, куда может человек пойти, поучиться там на месяц, или на два, или на рождественские каникулы, или летом там взять какой-то, да, там интенсив, и поучиться тому, чему в принципе учит этот университет за деньги, долго и так далее, это тоже, конечно, за деньги, но это для людей работающих, да, что ты там можешь вечерами или днем, если это каникулы, то есть ты сам себе уже выбираешь эту комфортную форму, и мы, собственно, подумали, что нам тоже это надо делать, потому что есть журнал, который человек, он выходит раз в два месяца, получает раз в два месяца, есть фестиваль, который выходит, ну, как бы случается раз в сезон, но должно быть что-то, что людям, которые любят сезонс и стиль сезонс, да, будет давать возможность сопричастным быть, да, как-то вот ближе войти в это пространство, вообще в эту эстетику, в эту жизнь, и в школе есть и гастрономия, в школе есть литература, в школе есть рисование, в школе есть курсы, там, дизайнерские. Это все на флаконе. Да, это все происходит на флаконе, где мы когда-то провели наш фестиваль первый, такой весенний дизайн-субботник, то есть мы пришли практически еще на стройку, он тогда строился и достраивался, и провели там фестиваль, мы посадили какое-то количество деревьев, мы создали из дизайн-бюро, значит, и каждый год приглашаем разных дизайнеров такие мобильные, огромные клумбы, посадили в них цветы, мы сделали какие-то, вообще весь флакон превратили, насколько это было возможно, со стройплощадкой в какое-то, цветущий сад. Да, такое пространство, дизайны, экологии, сад, и все на свете, да, и с вкусной едой, такой более, ну, какой-то такой барбекюшно-дачно-расслабленный, да, загородный. Вот, и потом решили, что раз уж мы его, ну, что-то как-то облагородили, надо, наверное, туда переезжать. Это был тот самый год, когда мы как раз становились самостоятельными, мы пришли на флакон и спросили у ребят флаконовских, что у них вообще тут есть пожить. Нам сказали, ну, есть одно пространство такое, ну, не знаем. И завели нас просто, вот до сих пор, я считаю, что это просто нас завели в такой протестантский храм. Значит, это было пространство бывшего гаража, это же был завод. Соответственно, гараж, у которого 6 метров потолки, кирпичные стены, два высоченных окна в торце, то есть ты входишь, такой очень вытянутый, прямоугольный, да, пространство прохладное, это было лето смога, вот этого тумана, то есть вот как я себя внутри чувствовала, так всё было вокруг, чтобы вообще было ничего непонятного, как ёжик в тумане, вокруг вот этот вот был дикий туман, жара, а там была прохлада, более-менее было чем дышать, и нам очень оно понравилось, потом там сделали антресоль, чердак. Да, за 2 месяца сделали всё это пространство, в котором есть кухня, такой как алтарь, есть череда длинных столов, дизайн нам делало, такое есть бюро Архполя, архитектурные, очень талантливые ребята, то есть они особо ничего не делали, потому что Костя Лагутин пришёл, архитектор сказал, здесь и так настолько красиво, что главное это не испортить, то есть вот функцию некую мы сделаем, там антресоль, чтобы там работала команда, да, внизу такое публичное пространство, где будут эти 4 длинных стола, которые можно по-разному, они на колёсах, значит, они катаются по этому нашему... Вся школа существует в этом, там ведь метраж не такой большой, я там была не раз. 100 метров, надо её как бы не забивать, да, то есть это вот такое выпускание из себя креативности, с Юлей Великановой, с замечательным графическим дизайнером, и мамой маленькой девочки Катей, в общем, придумали мы историю, когда приходят дети, и вместе с родителями, что для нас важно, выходной день, то есть там это занятие начинается где-то в 11 или в 12, в воскресенье, они начинают делать какие-нибудь причудливые, странные, огромные объекты там, они могут рисовать радугу на огромных кусках полиэтилена, да, потом вешать её от пола до потолка нашего шестиметрового, они могут там рисовать, каждый ребёнок с родителем делает какие-то огромные солнца, и потом у нас получается 20 солнц посреди ноября, они делали какой-то смешной аквариум с чудесными рыбами, и все эти рыбы плавали, то есть это такой почти что театр. То есть непонятно ещё, кому больше развивают там креативность детям или взрослым. Мы вернёмся к вам после новостей, у нас Сизонс. Проект Сизонс и журнал Сизонс оф Лайв, сегодня главные герои нашей программы, у нас вдоль Ольга Сергеева, главный редактор журнала Сизонс оф Лайв, 651099,6, московский телефон, заглядывайте на страничку Финам.фм, программа вдоль, как вы находите вот этих удивительных людей, которые, собственно, преподают на ваших курсах? Ну, с этого и школа началась, и в принципе это и стало тоже, ну, как в жизни бывает, ты сначала живёшь, а потом как-то, да, вот это всё опять обозреваешь и понимаешь, что это и есть твоя концепция. Ну, ты же не пишешь себе сначала концепцию жизни, а потом её проживаешь. Так получилось, что было уже так много людей вокруг Сизонс благодаря журналу, благодаря фестивалям, каких-то дизайнеров, каких-то пишущих очень талантливых людей, рисующих, и, не знаю, сочиняющих, и так далее, и так далее. Мы поняли, что это всё и есть на самом деле костяк преподавательский. И, ну, а как? Подобный тянется к подобному. Там пришёл один талантливый человек, говорит, ой, у меня есть там прекрасный совершенно иллюстратор, вот приведу вам его. Или там пришла у нас вот директор школы, Милочка Ивансон, появилась у нас тоже три года назад, и говорит, Я вот училась у совершенно гениального преподавателя, профессора искусствоведению, который преподает в МГУ, и создала с ней вместе потрясающий курс по искусствоведению, который идёт целый год. То есть есть какие-то короткие курсы, которые идут месяц или два месяца, а есть какие-то очень серьёзные такие истории. И поскольку это всё происходит в первом этаже нашего этого сарая, а работаем мы на втором этаже, то мы, когда сдаём журнал, слушаем все эти лекции волей-неволей, и, конечно, это совершенно такая мечта. Вот я бы мечтала так учиться, наверное, когда я в университете была, потому что приходят студентки, приходят преподаватели, зажигаются свечи, заваривается чай и кофе, опускается экран, они начинают смотреть какие-то фантастические совершенно, поскольку это история искусства, через предметный некий дизайн. У них это всё от Египта, потом мозаики, равена, потом какой-то, не знаю, барокко, и всё это, как я бы хотела, наверное, не как это было в университете, когда ты сидишь и думаешь только о том, что ты голодный, тебе бы поесть или куда-то побежать. Тут уже такое осознанное обучение, и сам, например, вот сама преподавательница Елена Долгих, она говорит о том, что это настолько приятная аудитория, то есть это не те студенты, которые от тебя норовят усвистеть поскорее, в университете, а это уже такие осознанные взрослые, состоявшиеся красивые женщины, которые пришли только за этой информацией, которые впитывают как, ну, то есть это настолько благодатный обмен энергии, когда ты даёшь, а это с благодарностью принимается, что она говорит, я буду обязательно у вас читать лекции, меня зовут много куда, но вот для меня очень важно, что у меня есть там у вас четверги или вторники, сейчас я не помню, когда она у нас читает. Ну, а ведь с другой стороны, с точки зрения бизнеса, это тоже было же достаточно рискованно, рискованно пускаться в какое-то ещё дело, пусть это дело выросло из журнала, но это же тоже дополнительные расходы, доходы, это тоже всё действительно так, и я не могу сказать, что это сильно прибыльное дело, но оно прибыльное, и в нём, безусловно, есть потенциал, потому что, опять же, ситуация такова в сегодняшнем мире, что люди, мы вроде бы очень много умеем, то есть человек, наверное, если сравнить его с человеком конца, не знаю, XIX века, конечно, гораздо более просвёщён, продвинут, много знает, умеет быстро передвигаться по миру, но с другой стороны, мы очень много... С другой стороны, горе от ума никто не отменял. Да, и потом мы стали всё-таки какими-то беспомощными, то есть такая странная вещь, что прогресс, он делает тебя беспомощным, то есть ты уже не понимаешь, как жить без этого всего, и плюс к этому, да, вот какое-то всё-таки такое вот заглубление вертикальное, вертикальное, да, всё-таки культура, это, ну, это так громкие слова говорю, всё-таки это сила человеческая, да, то есть если убирать вот горизонтальное существование, там, как выживать и жить более комфортно и так далее, и так далее, то есть ещё, ну, какие-то потребности души, да, и школа, мне кажется, именно это и даёт, то есть даже если ты, там, не знаю, целый день занимаешься достаточно каким-то рутинным делом, а таких полно у нас, как раз такие идут к нам, да, то есть успешные, состоявшиеся женщины, которые занимаются, там, тем или иным бизнесом, или, там, являются, не знаю, наёмными работниками, неважно, но тебе же чего-то хочется, душа же требует пищи некой, да, и то, что либо ты когда-то не добрал, там, не знаю, ты учился на эконом-факе, а всю жизнь мечтал рисовать, и вот у нас есть школа рисовальщиков, да, куда приходят каждое воскресенье разные педагоги, прекрасные совершенно, и идёт такой курс «Быстрые наброски с обнажённой натурой», мы зовём натурщицу, она раздевается, её, значит, рисуют, каждые пять минут преподаватель хлопает в ладоши, она меняет позу, начинается новый набросок, то есть это всё как, там, я не знаю, в Строгановке, в Суриковском происходит, абсолютно такая академическая некая форма, да, но абсолютно не академическая сама по себе среда, что они там гоняют чай, кофе, они иногда приносят бутылочку вина, они болтают, у них уже есть группа в Фейсбуке, то есть вот наша эта тема рисовальщиков, это прям отдельная история, да, людей, из них художников-то нет никого, но есть какие-то ребята, молодые архитекторы, которые там тоже этим занимались, пока учились, и вот у них есть это желание немножечко, да, пойти, тряхнуть даже ещё не очень стариной, потому что это всё молодые ребята, ну, немножко так, да, как-то вот войти опять в состояние студенчества, а есть люди, которые просто, там, всю жизнь мечтали рисовать, вот сейчас у них есть эта возможность, да, ну, или там, мне очень нравится наша театральная школа с практикой, да, когда приходят режиссёры из театра практики, занимаются с тобой, там, голосом, движением, коммуникацией, да, то есть в принципе это же не только про то, чтобы, там, вот, ты хотел быть актёром, это вообще умение, вы это всё знаете, да, себя адекватно миру показать какой-то. А мамин садик, это, так вот, то, о чём мы с вами говорили, развитие детского творчества, и что ещё? Мамин садик, это такая тоже совсем особая история, всё у нас получилось немножко с ног на голову, да, то есть мы начали с школы для взрослых, потом мы сделали в ней такие, как бы, курсы для детей от, там, 4 до 12 лет, от 6 до 12, вот такая у нас примерно, это детская родительская тусовка, которая по выходным происходит, а потом возникла тема этого маминого садика, которую придумала тоже моя подружка, с которой мы работали в своё время в другом журнале, которая делала дочку, и, как часто бывает, дальше всё наш личный опыт, и настолько она прожила вот это вот материнство, там, первые два года, и поняла, чего не хватает маме, да, в Москве, которая воспитывает ребёнка, там, у которой нет няни, да, что маму часто не хватает именно наполнения некоего эмоционального, да, что ты тратишься много, ты вроде бы наполняешься, но, конечно, тебе надо ещё как-то подпитывать вот то же, о чём мы с вами говорили, то есть себя тоже ощущать всё-таки полноценным человеком, а не неким инструментом, да, по воспитанию этого подрастающего ребёнка. Ну и потом понятно, что чем наполненнее мамы, тем будет и ребёнку лучше, конечно. И придумали такую историю, что мама вместе с ребёнком, не оставляя его дома, причём совсем с маленьким, у нас от нуля до там шести лет, ну, в основном наша аудитория, это вот детишки от нуля до четырёх, потому что дальше уже подготовка к школе, им сложнее выбираться, они могут приезжать в любой день, и каждый день он посвящён некой теме, это уже будние дни и дневные занятия, потому что, ну, понятно, что именно в это время мама сидит дома, пока там папа на работе, и немножко там может заскучаться, да. Значит, один день он называется «Я», второй день называется «Ребёнок», третий день называется «Мой дом», и четвёртый день называется, по-моему, там что-то про еду. Ну, в общем, одна история с акцентом на маму, второй день с акцентом на ребёнка, это могут быть и занятия с психологом, и занятия там «Бэби-контактом», если это про маленьких детишек, да, вот когда с детишками вместе танцуют, ползают, играют, то есть как-то учатся. То есть, слушайте, это реально такой аналог какого-то городского детского сада с мамами. Да, но принципиально только, да, что ты вместе с мамой. То есть мы не берём отдельно детей, а наоборот, вот это вот, которое бывает часто, либо от усталости, либо вот, ну, в принципе, разные же есть люди, да, вот бывают мамы, которым надо ещё учиться быть мамами, и это такое пространство, которое позволяет очень комфортно этому учиться, как общаться с ребёнком. Папы тоже к нам приходят, у нас такой есть смешной наш проект, мы его внутри себя называем «Папин огородик», это когда приходит папа в мамин садик с детишками, такое детское тоже случается, и, значит, там такие папские уже дела начинаются тоже. Потом есть семейная история, когда по выходным в субботу утром приходят всей семьёй, и это ещё одна какая-то тема. То есть всё, что делает Сизенс глобально, это про соединение, да, там, как не расцепиться с семьей, как не расцепиться с ребёнком, маме, как не расцепиться с друзьям, как связаться вот в творчестве, в работе, в бизнесе, потому что часто тоже что-то вырастает, там, какие-нибудь наши участники фестивалей, которые уже начинают друг с другом делать проекты, но это всё хорошо, потому что… Я недавно, мне очень понравилось, меня один приятель назвал лайфхакером, потому что по любому вопросу я ему предлагала какие-то контакты, телефоны и прочее, и мне дико понравилось это определение лайфхакер. Видимо, вот Сизенс — это такое глобальное объединение лайфхакеров, в глобальном смысле слова, которые прорываются через городскую среду, через отчуждённость, через разобщённость. Да, да, и всё-таки как-то соединяется. То есть всё равно самое главное — это некие отношения между людьми, что вроде бы опять же интернета, всё близко, а всё это такая немножко иллюзия, то есть кажется, что ты всё знаешь про своих друзей на Фейсбуке, а когда ты считаешь кого-то из них, ты знаешь реально, ты понимаешь, что это всё тоже такие немножко иллюзорные отношения, которые создают иллюзию близости, но не саму близость. Но совершенно отдельным и таким, наверное, безусловно, знаковым и важным для проекта Сизенс является всё-таки делом вашей фестиваля. Четыре раза в год — это много, и это очень сложно. Мы вот недавно общались с Машей Кальпериной, которая делает «Яркие люди» раз в год, и она говорит, что просто это вот как мы вспоминали мульти «Кошмар перед Рождеством», до следующего халавина осталось 364 дня. То есть весь год у тебя иллюмаш Сёмушкиной, там «Усадьба джаз», весь год у тебя уходит именно на подготовку фестиваля, не просто вот полный рабочий день, не поднимая головы. Четыре раза в год — это такой сложный механизм. Как вы на это решили? Ну, во-первых, всё-таки мы их делаем 10 лет, хотя в первые годы, в 2009 мы стали делать 4 фестиваля, а до этого мы делали один раз в год фестиваль. То есть есть некий опыт объективный, и уже просто наработанные там, не знаю, подрядчики, ну, то есть вся вот эта база, да, некая, из чего складывается материальная часть, да, то есть понятно, кому заказывать свет, звук, и так далее, и так далее. Площадка всегда раньше была одна. Как правило, это Эрмитаж. Осенью мы иногда, то есть весной мы делаем всегда на флаконе вот этот наш дизайн «Субботник». Летний наш фестиваль «Море Амор», который, собственно, будет завтра, про который я отдельно обязательно тоже расскажу. Он такой каникулы в городе, музыка, и абсолютное ощущение середины лета. Осенний фестиваль, наоборот, возвращение в город, он семейный, он самый старинный, самый любимый, наполненный какими-то премьерами, идеями и так далее, и так далее. Мы его делаем, как правило, саду Эрмитаж, но последние два года мы делали один раз «Парки культуры», это был первый сезон как раз «Преображенного парка», и в прошлом году в музеоне, который тоже стал изменяться в связи со всеми такими приятными переменами в московских парках, и мы сделали его там. В этом году будем делать в Эрмитаже тоже, потому что десятилетие, это наша историческая площадка, решили там остаться. И рождественская ярмарка, тоже с ней всё понятно, это купить подарки, это получить вот это настроение приятное, это обязательно во что-нибудь поиграть, посмотреть вертеп, там покидаться снежками, если есть снег, покататься на коньках, потому что есть каток в Эрмитаже. И это всегда тоже Эрмитаж, потому что всё-таки он самый зимой уютненький, он маленький, он красивый, он с фонарями, всё-таки зима у нас не самая нарядная в Москве, а Эрмитаж, он такой, кажется, по уровню, по градусу волшебства самый волшебный из всех московских парков. Ну, у вас всё делает одна команда? Или есть команда зимы, команда весны? У нас есть на самом деле один человек, Даша Шадрина, директор фестиваля, который тоже, как мы все, три едины в одном своём лице, она у нас и директор по развитию, и когда мы идём на встречу с какой-то крупной компанией, она у нас называется директор по маркетингу, которому понятнее вот такие формулировки. Но Даша — это тот человек, благодаря которому, в принципе, мы все себя ощущаем. То есть фестиваль — это стрессово, сложно в последние недели, и так далее, и так далее. Но у неё есть такая удивительная особенность, да, она человек, это просто, мне кажется, её эмоциональная особенность, которая невероятно помогает в работе, потому что она ей мешает. Она человек, который умеет перерабатывать любой стресс, позитив, то есть она в своё время работала в разных очень крупных компаниях, и там, мне кажется, приобрела ещё... Закалилась. Да, помимо своего собственного вот такого стержня, да, ещё какой-то благоприобретённый навык противостоять любым напастям, да, то есть она удивительно эффективный человек, благодаря которому мы не помираем, а радуемся фестивалям. Чуть подробнее о фестивалях и о завтрашнем мероприятии в Эрмитаже по финансовости. С нами вдоль Ольга Сергеева, главный редактор журнала Seasons of Life, куратор проекта Seasons Project, да, проекта Project. 65, 10, 99, 6, московский телефон. Если у вас есть вопросы, можете задать их и в интернете, на сайте Finam.fm, на страничке программы вдоль. Завтра в Эрмитаже стартует летний фестиваль Seasons. Что там будет? Чем он отличается от предыдущих? Завтра уже тоже в рамках юбилейного? Ну, мы решили, что у нас весь этот год фестивальный юбилейный, что правильно, потому что журнал вышел в марте. Так что, начиная с марта, мы начали отчет празднования. Он называется Море Амор. Очень нам нравится это название, потому что это море любви. Значит, в нем уже сразу много всего есть, и море, и любовь, и настроение, и даже дресс-код. Всех приглашаем приходить в полосатом, в тельняшках, в шарфах. Да, да, да. И поскольку мы уже делаем это третий Море Амор на нашей жизни, то можно сказать, что выглядит он, то есть с точки зрения такой вот визуальной, да, это самый любимый фестиваль, потому что Сатермитаж наполненный полосатыми, загорелыми людьми, но при этом, значит, не моряками, да, северного морского флота, а такими очень модниками, гламурными. Да, 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 да. То есть не все всерьез, а так все немножечко, конечно, в шутку. Он, как я уже говорила, у нас носит такую все-таки музыкальную направленность, да, то есть мы с утра занимаемся всякой радостной дребеденью, есть очень много детских площадок, есть, там, надеюсь, что завтра будет хорошая погода, в общем, будет бассейн, можно устраивать конкурсы брызгалками, в общем, у детей бассейн даже для детей, надуваем, надуваем бассейн, да, если будет тепло, можно купаться, надуваем бассейн, и там, в общем, будет конкурс бассейнов, конкурс брызгалок, конкурс Нептуна, в общем, всякое дуркование детей и родителей в первой половине дня будут, значит, традиционно мы вырезаем картонных рыб, огромных русалок, начинаем их раскрашивать и превращаем самую большую лужайку в такое, значит, тоже пространство творчества безумного, вкусная всякая еда, да, конечно, много фруктов, много воды, лимонадов, ну, такое летнее, приятное. А вход бесплатный на фестиваль? Нет, вход платный. Вход платный, и мы это делаем каждый раз просто потому что, ну, как бы мы не держали курс на европейские фестивали, да, понимать надо, что мы всё-таки находимся в нашей стране, если ты хочешь себя чувствовать комфортно среди своих, ты должен всё равно некую, ну, хоть ты тресни, да, просто чтобы не было людей, которые ходят всюду, в общем, бесплатно, потому что это, ну, не те люди, с которыми ты там спокойно оставишь ребёнка и пойдёшь там за ещё одну, не знаю, стаканом лимонада, да, например. Вот. Более того, поскольку это фестиваль ещё и музыкальный, то есть мы привозим три группы. Иностранных? Я бы сказала, да, потому что мы привозим, например, грузинскую группу «Мазгаврэби» из Тбилиси. Это новый проект Евгения Гришковца. Да, он его, вот, в принципе, это такая большая премьера первая, она будет на фестивале, потому что у них был концерт, по-моему, в июне, где-то в 16-й тонну в клубе, но это была такая немножко ещё внутренняя история, вот так, чтобы выйти на огромную открытую площадку, это будет первый раз. Гришковец и грузина. Это что-то непредсказуемое. Ой, это совершенно феерическая вещь. Послушайте потом после эфира. Мы вот, как зимой их услышали первый раз, так я и не выключаю. На автореверсе живу вот все эти полгода, это невероятно, потому что они поют, как справедливо говорит Олег Нестеров, который продюсирует как бы вот этот проект. Музыкальную часть. Да. Он говорит о том, что это вот как была группа «Арэйра», что такая грузинская, когда-то, значит, в благословенной, там, не знаю, 70-80-е годы. И это вот по градусу романтизма то же самое, да, что ты улетаешь. Но при этом это модные ребята, там, 25-30-летние, которые, ну, из Грузии на Грузию не вышибить. А Гришковец поёт там? А Гришковец, как у него было в предыдущем проекте с бегудями, да, то есть он-то речитативит, а они, значит, там ла-ла-лей, най-на-ней вот этим своим многоголосием. И, в принципе, это, конечно... А продюсирует их Олег Нестеров. Да, этим проектом Олег занимается, и группа «Снегири». И, значит, получилось так, что все на самом деле, да, значит, первый концерт это Даша Шульц, 16-летняя чудесная девочка питерская, которой тоже, вот, собственно, ей начали заниматься «Снегири». Вчера у нас был квартирник в студии. Это вот очень интересно с точки зрения, да, потенциала. То есть ты вдруг видишь, вот я впервые поняла... Бутон. Да, ты понимаешь, вот как, о чём думает Олег, когда он берёт её, да, в свою команду. То есть вот он видит её потенциал, и дальше ты понимаешь, что из неё может вырасти очень много всего интересного. Она автор-исполнитель. Да, она такой вот юный совершенно, да, ангел, который, значит, стал писать музыку, стал петь, у неё есть какие-то там каверы, и что-то она пишет сама, и она с таким ангельским голосом, играющей на гитаре, на этой укулеле, которую, типа, все играют. В общем, такой эльф пока ещё. А будет, наверное, фея, думаю. Вот. И будет концерт такая из группы «Зе Ритузас», которые должны были, значит, перепутали одну букву в своём названии, когда придумали, так и остались ритузами. Это такие тоже молодые ребята, модники, огородники, которых тоже продюсирует команда снегирей, которые уже... Нельзя их назвать новичками, то есть их знают, их любят. Такая хипстерская, модненькая музыка мелодичная, но тоже в ней есть какой-то такой вот уровень небольшой, такой меланхолической, какой-то психоделики, чуть-чуть, ну, чуть-чуть напоминает отчасти по эффекту, вот как от аквариума. Бывает такое состояние, что как-то ты вот входишь в музыку и уплываешь, вот от них тоже... Там девочка поёт, по-моему. Там мальчик, да, и они очень у них хороши, такая у них есть коллекция песен по словам Есенина, и тоже это всё вместе, такой рождает какой-то правильный очень синтез, то есть такие проверенные слова, да, взвешенные уже столетием, и такая вот модная при этом музыка современная, и как-то в правильном очень состоянии вводят. Шагане у него есть, письмо женщины, в общем, очень красивая такая музыка. А вы всю музыкальную, вот, палитру фестивальную через себя пропускаете, и через своих коллег, да? Мы так. То есть сначала приходите к нам, значит, в наше пространство, сделать на квартире. Да, да, да. Если на столе... Проверяем, да, как на реакцию Монту. Да, да, да. Прошли вперёд. То есть получается, что завтра там со скольки? С пяти. Первый концерт в пять, да. Нет, а... А вообще фестиваль начинается в двенадцать. То есть в двенадцати мы ждём. С полудня можно брать в охапку детей и на целый день. Там есть где поспать, если они в колясках живут. Ну, конечно, это всё-таки сад Эрмитаж, он большой, там есть липы, есть потише зоны, погромче зоны, там не будет никакого дикого шума в течение дня, то есть будет красивая фоновая музыка, будут саундчеки, но это такая вещь тоже. Ебут, чем кормить ребёнка. Да, там очень много кафе, там много вкуснятины, там есть еда, которая можно... То есть не только сладости, но и всякие полезные вкусности. Будет очень много детских развлечений, можно просто на сайте у нас почитать, я даже сейчас не могу перескать, потому что там огромное количество. И тоже вот не то, чтобы наша задача была делать семейные фестивали, но получилось так, что аудитория Сизанс, она семейная аудитория, потому что понятно, что это люди, которые любят дом, природу, путешествие, еду, всем этим приятнее заниматься вдвоём, а лучше втроём, в четвером и так далее. Поэтому... А там будут какие-то, может быть, какая-то ярмарочка, какие-то... Там будет прекрасный дизайн-маркет, да, спасибо, что подсказали, я забыла об этом рассказать, который мы делаем уже тоже как бы вот с самого первого фестиваля, и тоже в этом сильно преуспели. То есть, ну как бы вот мы очень хорошо знаем всю эту среду, да, такую дизайнерскую, московскую, и не только московскую, потому что приезжают люди из других городов. И очень хорошо знаете своего читателя. Да. Что ему нужно и нравится. Да, что он любит, где он любит покопаться и что прикупить. И более того, даём уже задание, теперь мы так, потому что эта среда, то есть бизнес такой сложный, перерастает медленно, поэтому мы ищем новых участников, но всё-таки у нас есть и наши традиционные любимые участники, маркеты, и поэтому мы им даём задание. Говорим, ребята, вот на Море Амор нам нужно там морской полосат, и они начинают уже делать такие вот лимитированные небольшие коллекции, там каких-то детских тельняшечек с принтами или каких-нибудь там корабликов, сшитых из тряпки, там детских игрушечек, да, погремушечек, ну то есть какие-то там вещи, которые ассоциируются с этой всей морской прекрасной летней темой, что тоже хорошо, потому что по сути это, ну на самом деле, развитие выращивания дизайна, да, то есть формирование коллекции, что ты не гонишь там одно и то же, а ты уже делаешь какие-то вещи всё-таки как взрослые. Ну, как я понимаю, этот фестиваль и вообще ваши фестивали, это, конечно, такая глобальная школа хорошего вкуса, потому что человек, приходя туда с семьёй, он, все рецепторы его, все органы чувств получают некий эстетический, приятный эстетический опыт, да, и вкусно поесть, и посмотреть на красивое, послушать хорошую музыку, потрогать какие-то приятные вещи, да, посетить на травке. Да, то есть нам кажется, что это очень важно, да, там, кормить людей не бутербродами, завёрнутыми в целлофан, в целлофан, да, кормить их какой-то там вкусной едой, которой они не отравятся, лёгкой, там, предлагать им качественную музыку, там, комфортного уровня звучания, да, чтобы они не оглохли, чтобы им было на что сесть, не знаю, где поесть, где там, чем заняться с ребёнком и так далее. Хотя, я не могу сказать, что это всем близкая эстетика, но, может, это и хорошо, что мы, ну, то есть те, кому это нравится, понятно, почему им это нравится. Мы даже сами в какой-то момент в прошлом году, так как мы росли вот так стихийно, то есть всё это, как первые три года жизни ребёнка, вроде бы мы, и с историей проекта, а с другой стороны, такая новая началась часть жизни, и мы поняли, что там у нас появился мамин садик, вот мы в этом новом пространстве, мы делаем какие-то проекты уже как, по сути, как креативное бюро, просто как вот некая компания, которая может сделать там мероприятие по заказу клиента, да, то есть уже это совсем не журнал, а много больше, и мы даже вызвали внешнего консультанта, тоже подружку свою, в принципе, которая много лет работала в Билане и занималась там пиаром, и вообще вот как бы очень продвинуто в вопросах там позиционирования бренда и всех очень важных таких, на самом деле для любого, там, для, не знаю, компании, в которой есть один человек, или компании, в которой их там, я не знаю, тысяча, вот, и она с нами занималась, прямо у нас были занятия, раз в неделю, раз в две недели, и в итоге мы вывели некое, значит, мучительное, ключевое сообщение о том, что такое сизнос, то есть мы прямо вот сидели, писали, сочиняли, спорили, выбрасывали слова, потом оставляли, вот то, что осталось, оно там звучит примерно так, естественный, искренний, идущий от корней, то есть связанный с какой-то основой, но тем не менее живущий сегодняшним днём, то есть это очень короткий абзац, который вот нас обозначает, идея в том, что ты этот вот, этот абзац накладываешь на каждый проект, то есть каждый твой проект, он должен быть именно таким, да, и тогда, собственно, всё это и создаёт цельность бренда, да, то, что ты везде это увидишь. А главное, ну, некая такая атмосфера взаимного доверия, потому что вы, наверное, как ни один другой журнал, как ни одна другая медийная структура близки со своими читателями. У нас есть, да, вот эти комнаты, где мы с ними встречаемся, да. Личные отношения, то есть ты видишь не только сам журнал, а тех, кто его делает, вот эта вот трёхмерность, в которую превращается всё, о чём пишет журнал, это, конечно, уникально. Спасибо огромное, всех завтра ждём на море, а море в Эрмитаже. Ольга Сергеева, Seasons of Life, сегодня с нами были в доле. Здравствуйте!